Добрый день! Мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда мы начинаем с вами очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 24 марта, киевское время 19 часов. И сегодняшний обзор мне хочется начать традиционным своим выражением «Не дождетесь, не дождетесь, гады!» Вторые сутки подряд Российская Федерация кошмарит нас ночными обстрелами. Причем, судя по всему, с ракетами совсем туго стало. Калибры не летят, а летят шахеды и летят авиационные ракеты класса «Воздух-Земля». Причем летят со всех сторон. Ну и позавчера было Запорожье и Ржищев, в основном жилые кварталы, в основном там было общежитие. В Запорожье один погибший, 33 человека пострадало, жилой дом и прилегающие к нему территории в Ржищеве общежития. Семь человек погибло, только закончили разбирать завалы. И вот сегодняшняя ночь недалеко ушла от вчерашней. Или точнее позавчерашней. Всю ночь с вечера, со вчера, начиная, летели авиационные бомбы, шахеды и управляемые ракеты. Да, к величайшему сожалению, в Российской Федерации тоже есть ракеты, точнее приспособления для того, чтобы обычную авиационную бомбу сделать планирующей. Характеристики примерно такие же, как тех бомб, которые нам предоставляют Соединенные Штаты Америки, GDBC. То есть высота сброса от 10 до 14 километров, дальность планирования до 70 километров. Что и было сделано. Вечером вчера была обстреляна Одесса с самолетов Су-35. Там две ракеты Х-59 были уничтожены. Далее атака продолжилась с севера нашей страны. Здесь около 10 самолетов Су-35 атаковали Сумскую область, управляемые авиационными бомбами. Именно такими бомбами, планирующими, с дальностью планирования до 70 километров. Авиация была поднята из аэродромов Морозовска и Ахтубинска. Но мы найдем все равно всех этих летчиков. Наше главное управление разведки пофамильно. И всех мы включим в АТ. 10 истребителей совершили пуски 11 управляемых бомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области. Судя по тому, что данных о сбитых бомбах нету и ракеты тоже нет. Ракета Х-31П, я напомню, это противорадиолокационная ракета, которая предназначена для уничтожения радиолокационных станций, систем ПВО среднего и дальнего радиосодействия. Так что вот такая даже ракета была применена. Из 11 БОВ, я так понял, все достигли своей цели. Тут у нас новая задача наших воздушных сил научиться сбивать эти планирующие бомбы. Также шахеды атаковали город Кривой Рог. В городе Кривой Рог 5 прилетов из 6 шахедов, выпущенных по городу. С шахедами немного сложнее, если с бомбами нам надо учиться с нуля. То есть дистанция очень короткая, до 70 километров. На нашей территории они, если вот так вот их самолетов применять, на нашей территории они летят где-то примерно около 50 километров. И наиболее эффективное средство для борьбы с ними это тактические средства ПВО. То есть средства ПВО ближнего радиуса действия. Это зенитно-артиллерийские системы, начиная там пулеметы зенитные и пушки. И тактические средства типа Тунгуска, типа Шилка, типа Гепард. Ну Гепардов, к сожалению, у нас не так много. Но тем не менее, я думаю, что теперь и в том числе и территориальная оборона, и мобильные группы сил обороны Украины сейчас будут заниматься этим вопросом. Я думаю, что научимся. Шахеды научились сбивать и научимся сбивать и вот эти планирующие бомбы. Ну а по кривому рогу скажу так, что судя по результату, к сожалению, враг тоже учится. Учится в том плане, что программирование полета вот этих шахедов, оно совершенствуется. Они изучают районы, возможные районы размещения наших систем ПВО и стараются программировать на минимальных высотах полет шахедов. И, соответственно, маршрут выбирает так, чтобы он был в мертвой зоне наших радиолокационных станций. И опять же, тут получается, что с объявлением сигнала тревоги надо полагаться на те расчеты, те силы, которые находятся непосредственно на местах. Вы знаете, что сразу же скажу, что у нас принято было решение запретить телеграм-каналам оповещение, куда летят ракеты и БПЛА противника. Ну, на мой взгляд, не знаю. Я считаю, что нецелесообразно. Это хуже, потому что незнание порождает панику. И когда люди не могут сориентироваться, просто сигнал воздушной тревоги, когда люди не могут сориентироваться, это не совсем хорошо, на мой взгляд. Надо ориентировать людей. То, что по воздушной силе были возмущены тем, что некоторые телеграм-каналы публикуют скрин с экрана системы оповещения, где четко видно и расположение этих ракет, их высоту, курс и так далее, карту видно. Вот это я абсолютно согласен. Здесь вплоть до уголовной ответственности, откуда появляются такие видосики, такие фотографии и так далее и тому подобное. В открытом доступе. Ну, а сам вот расписание, как говорили, что шахеды летят там с северного направления, час подлета к крупным городам, такое-то, вот это я считаю, что нельзя ни в коем случае запрещать. Потому что люди должны быть проинформированы. Не просто воздушная тревога и реагируй, реагируй как хочешь. Но посмотрим, на пока вот в эти сутки не было оповещения никакого. И, кстати, судя по результатам, я скажу, что воздушным силам пока что похвастаться нашим нечем по итогам этих двух ночей. Вот такая вот ситуация в воздушной обстановке сегодня сложилась на сегодняшний день за прошедшие двое даже суток. Я зацепил еще и позавчерашний день. Но все равно мы продолжаем сражаться, продолжаем обороняться. Так что не дождетесь. По оперативной обстановке на фронтах. Здесь скажу сразу 79 атак. На огненной дуге от Купинска до Марьинки 79 атак противника отбито нашими войсками. На Купинскому направлении очень серьезный натиск противника. Они пытаются начать наступление и постоянно атакуют. Они пытаются продавить нашу оборону. Здесь замысел понятен. Они хотят вдоль от Купинска пойти на Купинск, пробиться, пройти вдоль Аскольского водохранилища и повернуть на Лиман. Таким образом они убивают несколько зайцев. В том плане, что первое они получают Купинск узловой в свое распоряжение. Ну это надежда, я их не рассказываю. И получают железнодорожную ветку через Валуйки на Купинск и далее на юго-запад Украины для снабжения своей группировки. Кстати, изюмская же группировка на этой ветке и сидела постоянно. В Харьковской области. Соответственно, кроме того, Аскольское водохранилище для них будет являться хорошим рубежом обороны от наших войск. Если это им удается. И соответственно они создают буферную зону перед границей Луганской области. Но на сегодняшний день продвижения нет. Враг безуспешно пытается атаковать наши позиции. Пока никаких успешных действий. У них было в самом начале. Они захватили, продвинулись немного вперед. И взяли один населенный пункт. И на этом все успехи их не закончились. Теперь они топчутся на месте и пытаются найти слабое место в нашей обороне. То же самое происходит на Алиманском направлении. От Кременной они пытаются продвигаться. Там бои в основном идут в лесах в районе Кременной. И посадки переходят из рук в руки. Бахмут потихонечку начинает буксовать российское наступление. Они продолжают еще атаковать. Самые ожесточенные бои идут в самом городе. И они пытаются пробиться к центру города. Вот эта мечта оккупации города. Она остается у них пока мечтой. И наши силы обороны удерживают центр. Самая тяжелая ситуация на юге. Более лучше ситуация в центре, на востоке и на севере самого города Бахмут. Что касается вытянутого коридора. То на юге, южная губа этого коридора. Более-менее вдоль трассы на Константиновку. Она более-менее стабилизирована. Там противник хоть атакует, но безуспешно. А вот на севере у них есть незначительные успехи в продвижении в направлении Славянска. На замкнуть коридор у них никаких успехов в этом продвижении нет. Наши войска надежно удерживают фланги. И обеспечивают снабжение группировки наших войск в самом городе Бахмуте. Авдеевка. Авдеевка стала самой горячей точкой. Становится точнее та же самая схема. Ничего нового не придумали. Попытки окружать заход с севера, заход с юга. Фланговые удары по нашим войскам за Авдеевкой. За самой Авдеевкой. Они кстати даже центр города практически с восточной стороны и сам город Авдеевку они даже не штурмуют. Они атакуют его, но не так интенсивно. Основные силы российских войск сосредоточены именно на окраинах. На северо-западной и юго-западной окраине города. В попытках начать окружение города. В Марьинке вот такая вот там ситуация. В Марьинке традиционные бои. Очень ожесточенные, уличные бои. Но противник за последние сутки успеха в Марьинке не имел. Большие перестрелки возобновились на запорожском направлении. В районе Углидара мы ожидаем прибытия этой бригады. Кстати сегодня она должна прибыть. Прибыть точнее так, что может быть с понедельника тоже возобновятся атакующие действия на Углидар. Если они соберутся в кучу к этому времени. Может быть чуть позже. К середине недели или к концу. Но на запорожском направлении активизация действий российских войск выразилась в плане увеличения огневых ударов. Нанесения огневых ударов на всю глубину досягаемости артиллерии противника. Так что там начались активные артиллерийские дуэли. Несмотря на то, что на запорожском направлении противник в основном ведет оборонительную деятельность. Но обстрелы стали более интенсивные. Противник стал осуществлять более интенсивные обстрелы нашей территории. На Херсонском направлении все без изменений. И артиллерийские дуэли, обмен огневыми ударами. В основном за счет артиллерии. По общей обстановке надо отметить, что происходит. Если вчера мы с вами обговаривали, что идет нехватка личного состава. То есть Российская Федерация сожгла, практически заканчивает сжигать вот эти 300 тысяч. Сегодня, кстати, появилась очень интересная информация с нашего главного управления разведки. Они примерно посчитали, что сегодня мобилизация в Российской Федерации дает в месяц всего лишь 20 тысяч человек. Вот они сделали такую, на мой взгляд, стратегическую ошибку. Молодцы. Надо отдать им должное. Они перед Новым годом, ну в принципе этого и следовало ожидать. Они в декабре месяце сбавили темпы мобилизации. Они быстро набрали 300 тысяч до декабря. И обрадовались, захлопали в ладоши. И мобилизация практически утихла. Новогодние праздники. Потом шалтай-болтай после Нового года. На фронте начались активные боевые действия. Первые 100 тысяч они бросили на линию фронта. И фактически их сожгли в первые, там, за октябрь, ноябрь и, возможно, частично за декабрь. Почему? Потому что они были неподготовленные. Как мы с вами говорили, это были смертники, которых без подготовки какой-либо отправили сразу на линию фронта. А следующие 200 тысяч они прислали. И вот в январе после новогодних праздников они начали активную наступательную операцию, которую вот мы все ждали, ждали, ждали. Но она даже не в январе, неправильно я сказала, она в феврале началась. Первый дедлайн был 24 февраля, взятие, годовщине начала массированного вторжения, взятие Донецкой и Луганской области. Второй дедлайн был до конца марта, до конца марта осталась неделя, Бахмут до сих пор не взят, поэтому они быстро переключились на Авдеевку. В надежде, что они сейчас быстро окружат Авдеевку и к первому апреля Путину подарят такой вот политический подарок. Но это же день смеха, день дурака первого апреля, как бы Путин не оказался в очередной раз в дураках. Так что, вот такая вот. Но, если вчера мы обсуждали о том, что у них не хватает личного состава, получился разрыв. 300 тысяч теперь они все задействованы, большая часть из них уже переходит в категорию потерь, безвозвратных потерь. А следующую партию мобилизованных теперь надо набирать. Вот это вот снижение темпа набора дало разрыв в потоке мобилизованных. Теперь Путин сказал к маю собрать полмиллиона и буквально вот неделю назад мы с вами говорили, я вам говорю, что захлестнуло, ну даже вы писали, зрители из России, писали, что Россию захлестнула волна повесток. Да, там написано для уточнения данных. Как интересно, человек приходит якобы уточнить данные по повестке, его начинают прессовать, чтобы он подписывал контракт. Если он отказывается подписывать контракт, ему тут же вручают предписание, что он едет на военные сборы. По окончании военных сборов его объявляют мобилизованными и отправляют в Украину. Вот такой вот набор сегодня проводит Российская Федерация. Но пока они наберут эти полмиллиона, если неделю назад захлестнула волна повесток, то это где-то к середине апреля они могут собрать там первые, может быть, 100 тысяч человек. И то, если активность населения будет такая же высокая, как в сентябре и начале октября месяца прошлого года. В чем я очень сильно сомневаюсь. Их же надо будет подготовить. Или опять будет первые 100 тысяч, опять смертниками поедут быстро в Украину, для того, чтобы заткнуть дыры в рационно-штатной структуре, заполнить ваканты и умереть здесь в окопах, на просторах Украины. Возможно так. Но все равно основная масса, там полмиллиона хочет, это еще где-то 100 тысяч, если сразу отправят на фронт, 400 тысяч будет готовить где-то в лагерях. Во что одевать, во что обувать, чем кормить, чем платить. Это уже вопросы становятся краеугольными камнями в плане проведения мобилизации. А еще не забудьте, что в апреле надо будет 120 тысяч срочников набрать, как минимум, для обеспечения жизнедеятельности армии. До конца года, а осталось всего нам все 9 месяцев, надо, кстати, 9 месяцев, да, можно применить такое сравнение, надо родить до конца года 400 тысяч контрактников. Тоже задача из Кремля нелегкая. Итого почти миллион под ружье надо поставить за один год. Ну что ж, у Тачи, попробуйте, вот здесь вот другое слово применим, попробуйте, а мы посмотрим, насколько это подумают, что это будет провальное. Так вот, теперь стала проблема раненых. И в Луганской области интенсивность боевых действий зашкаливает настолько, что они вынуждены на имеющихся уже ресурсах, то есть там, где были развернуты полевые госпиталя, мы с вами говорили еще месяц назад о том, что их разворачивают и в детских садах, и в районных, и в областных, и в городских больницах. Так вот, количество коек увеличивают вдвое, практически в каждом медицинском вот таком учреждении, которое они создали на оккупированных территориях. Было 200 коек, стоят 400. Я так понимаю, что самый простой способ увеличить, быстро увеличить количество коек, это поставить двухъярусные кровати, что скорее всего и делают. Ну, кстати, в Советской Армии кровать была универсальная, она могла применяться как одноярусная, так и из двух кроватей легко делается двухъярусная. С перестановкой спинок, и элементарно в течение пяти минут делается двухъярусная кровать. Вполне возможно, потому что вот есть данные о том, что, допустим, в населенном пункте Троицкое с 200 койко мест увеличили госпиталь до 400, причем в кратчайшие сроки. Так что, и вот такая тенденция увеличения раненых, она наблюдается по всем оперативным направлениям. То есть, у них медицинское обеспечение перегружено катастрофически по количеству раненых. Но, тем не менее, они продолжают атаковать. А мы собираем урожай. И не могу не отметить, какой урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта. Итак, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1020 российских оккупантов. Уничтожили 4 танка, 23 боевых бронированных машины, 8 артиллерийских систем, 3 средства ПВО, 5 беспилотников оперативно-тактического уровня, 2 ракеты, 12 автомобилей и 4 единицы специальной техники. Вот такой вот урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки. Но, скажу так, что надо отметить, что угроза нанесения ракетных ударов и ударов беспилотниками никуда не делась. К сожалению, она сохраняется. И на данный момент наша разведка сообщает, что на европейской части России, в Курской области, находится стратегическая авиация в готовности к вылету. В Черном море 4 носителя ракет-калибр, залп которых может составить до 20 ракет. Они могли перезарядиться в Новороссийске, судя по тому, что из Джанкоя ничего не доехало до Севастополя. Ну, а количество беспилотников, вы же понимаете, они их пускают непосредственно с приграничных районов. Поэтому на сегодняшний день мы их принимаем в расчет. Но сказать, спрогнозировать, сколько их будет, 5, 10 или 20, на данный момент практически является невозможным. Вот такие вот военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну, а мы с вами продолжаем по военно-политическим новостям, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Итак, Украина еще раз подчеркнула и подтвердила своими поступками то, что мы соблюдаем Женевские конвенции. И Украина, наша страна в одностороннем порядке. Внимание, в одностороннем порядке. Вот это действительно настоящий жест доброй воли. При участии Международного комитета Красного Креста мы в одностороннем порядке осуществили передачу тяжело раненых и тяжело больных военнопленных российских оккупационных войск. Очень тяжелые были переговоры. Россия долго не соглашалась ни на какие контакты. В результате, вот с помощью международных организаций удалось убедить забрать своих раненых, тяжело раненых и тяжело больных военнопленных. В то же время российская сторона до сих пор удерживает наших граждан и наших военнослужащих в качестве заложников. В том числе и тяжело больных и тяжело раненых. Они никого не отдают. Некоторые, они вернули, вот единственное, что удалось провести за прошедшие сутки, даже они прячут, никому не показывают, не допускают Международный Красный Крест к нашим военнопленным. Мы понимаем, что там жесточайшие условия содержания, как в фашистском концлагере. А вот единственное, на что согласилась российская сторона, они нам вернули 83 тела наших павших защитников. Все. И вот нам удалось упросить российскую сторону для того, чтобы они вернули тела погибших наших военнослужащих. 83 тела военнослужащих возвращены домой и будут переданы родственникам для захоронения. Люди хотя бы узнают судьбу своих близких и смогут их похоронить в тех местах, где они проживают. Вот вам и вот тебе бабушка Юрий в день. Вот вам отношение Российской Федерации к даже военнопленным. Они боятся даже отдать военнопленных. Они не собираются их содержать там в каких-то, соблюдать какие-то конвенции или что. Помните Еленовку, да? Вот этот теракт, который они совершили с убийством или с сокрытием следов своих преступлений. Потому что даже по фотографиям эксперты говорят, что тела, обгоревшие тела, они, люди умерли еще до пожара, до взрыва. Иначе бы в таких позах эти тела бы не обгорели. Вот такой вот действительно русский фашизм на сегодняшний день. Далее. Германия подготовила и передала Украине новый пакет военно-технической помощи. И в новый пакет вошли инженерные танки Даш. Это на базе Леопарда сделана инженерная машина на базе танка. Далее. Пулеметы МГ-3 для танков Леопард-2, для боевых машин пехоты Мардер и для вот этих вот инженерных танков Даш. Они имеют вооружение. Это крупнокалиберный пулемет типа МГ-3. Запчасти для Леопарда-2 и Мардер передали нам немцы, немецкие товарищи. И системы для обнаружения дронов. Противодроновые, я так понимаю, радары. Нам передает Германия. Так что, ну я так понимаю, нам теперь, судя по тому, что противник совершенствует свои навыки в плане применения дронов, нам надо создавать сетку, мелкую и чистую сетку по всей стране в плане защиты наших городов. Чтобы не было такого повторения, как Кривой Рог. Шесть дронов, пять прилетов. Это очень тяжело и очень, ну как бы, надо, и с этим надо бороться. Надо наращивать свои усилия. Далее, в Российской Федерации, очень интересно, проведен опрос общественного мнения. Ну, трудно, как бы, сказать, насколько этот опрос соответствует действительности и не указывается источник, который его проводил. Но, тем не менее, он опубликован, причем даже опубликован в некоторых зарубежных изданиях. И на сегодняшний день, согласно этого опроса, 80% россиян считают, что Россия движется в правильном направлении. Об этом говорят результаты опроса. 64% россиян не отменили бы начало специальной военной операции, вернувшись в прошлое. То есть, если бы, задали вопрос, если бы вы вернулись в январь или февраль 22-го, вы бы были за проведение СВО или против? Все сказали, вот 64% сказали бы да, за проведение. 68% уверены, что специальная военная операция российской армии проходит по плану. Оказывается, все идет по плану. Представьте, как они верят Путину. Все идет по плану. На самом деле, погрешность таких исследований невелика, заявляют авторы опроса. Ну, обычная статистическая ошибка может составить плюс-минус 3%. Или всего 3%. Вот такой вот опрос был проведен. Далее, парламент Швеции, вдогонку к парламенту Финляндии, сегодня принял законопроект за вступление, проголосовал, точнее, не законопроект, а проголосовал, то есть ратифицировал, то есть ратифицировал вступление страны в Североатлантический альянс, в НАТО. Решение поддержала большая часть депутатов. Теперь заявку Швеции должны одобрить Венгрия и Турция. Ну, со Швецией есть проблемы. Посмотрим, как будет решаться вопрос. С Финляндией проблем, я так понял, на сегодняшний день уже нет. Турция вот-вот проголосует, а Венгрия, насколько я знаю, по Финляндии, по-моему, уже проголосовала. Российская Федерация не оставляет милитаристских настроений и начала проведение совместных с Белоруссией учений. Они проводятся сейчас в Белоруссии и было принято решение продлить эти учения, они должны были быть, по-моему, до 30 марта, но принято решение продлить, по меньшей мере, эти совместные учения до 3 апреля. Об этом сообщают нам белорусские партизаны, в частности, белорусский Гаюн. Говорит, что вот эти учения продолжатся. Они продолжают демонстрировать, но в это же время зеркально НАТО проводит военные учения у границ Российской Федерации. И здесь в учениях принимают участие 2,5 тысячи польских и иностранных военнослужащих, около 500 единиц техники и плавсредств, а сами учения пройдут у границ Калининградской области. То есть НАТО тренируется параллельно, НАТО тренируется в проведении, точнее, да, НАТО тренируется в защите Сувакского коридора. Это между Белоруссией и между Калининградской областью. Вот этот узенький коридор, я по нему когда-то ехал. Он, по-моему, 300 километров где-то длиной и там полтора, по-моему, меньше двух десятков километров шириной. Так что такое самое, будем говорить, узкое место. Ну и КНДР, вишенка на торте, на пасашок хочу. КНДР вдруг опять схватилась за ядерную дубину, начала там демонстрировать свои какие-то возможности. Кстати, было объявлено о том, что в КНДР об испытаниях подводного беспилотника. И сначала пресса написала, что провели ядерные испытания. И, ну, помните, мы с вами говорили про мораторий на ядерные взрывы, которые пока никто не нарушал. И КНДР в том числе. И да, действительно оказалось, что они провели испытания подводного беспилотника, который способен нести ядерный заряд. Тестировали дрон с неядерным зарядом на глубине до 150 метров в течение 59 часов, после чего его взорвали у восточного побережья. За этим наблюдал лично Ким Чен Ин, глава Китайской Народно-демократической республики. Вот этого маленького концлагеря в восточном регионе, в Тихоокеанском или в Азиатском регионе. Так будет правильное сказать. Но тут такой вопрос. Они испытывают дрон как в качестве носителя. Это примерно то же, что рассказывает, ну, здесь как бы подводный дрон, мини-подводная лодка или управляемая торпеда. Точных характеристик, к сожалению, пока нету. Какой заряд он может нести ядерный, тоже не сказано. Было написано в описании о том, что он может создавать огромное ядерное цунами. Ну, я вам напомню, я по поводу цунами вам уже рассказывал, что тут есть, тут палка о двух концах. С одной стороны, если ты хочешь создать ядерное цунами, тебе надо большой заряд, большой ядерный заряд взорвать на большой глубине. Тогда поднимется большая волна, ожидается, что может подняться большая волна. Но в этом случае не получится эффект ядерного взрыва. Потому как вода, особенно океанская или морская вода, которая насыщена йодом и солью, она очень сильно поглощает радиоактивность. И, соответственно, вода очень сильно сглаживает ударное действие. Вспышки не будет вообще. И остается один поражающий фактор, это ударная волна в виде цунами, то есть поднятого фронта воды, который должен выплеснуться на берег. То есть, если ты хочешь цунами, ты теряешь в поражающих факторах обычного ядерного взрыва. Если ты хочешь ядерный взрыв, тогда надо делать его не на большой глубине, там 100-150, до 200 где-то, максимум 500 метров, и то. 500 метров это уже довольно глубоко. Где-то в верхних слоях водоема надо делать этот взрыв. Тогда ты получаешь обыкновенный ядерный взрыв. И эти 100 метров воды, которые будут над эпицентром взрыва, они никакого цунами не создадут. А зато получится обыкновенный ядерный взрыв. Так что, к счастью, величайшему счастью, вот это то, что я вам рассказываю, это все пока теории. То есть, никто на практике за счет моратория на производство ядерных взрывов, никто на практике этого пока еще не испытал. Что же все-таки произойдет? Пока это теория, которую высказывают физики-ядерщики и создатели вот этих вот ядерных боезарядов, которые там на Посейдонах якобы должны плавать на неопределенную дальность километров, или на бесконечную дальность километров, как заявляют российские изобретатели. Поэтому вот такая, но тем не менее, маленькая, еле пыхтящая, полуголодная Северная Корея, ну, бах, и вдруг проводит испытания подводного беспилотника. Вот. А мне так кажется, что это после визита, точнее, что это ответочка от Си Цзепинь Джо Байдену за вот этот вот подписанный закон о снятии грифа секретности. Это такие пинг-понг между Соединенными Штатами и Китаем. Си Цзепинь вернулся домой, расстроенный. Кстати, он же сократил визит. Почему-то как-то россияне об этом. Путин умолчал о том, что визит должен был трое суток быть. А на третий день утром Си сел в самолет и умчался. А кто же улетает с утра пораньше? Тем более, по часовым поясам получается, что он влетел в ночь. Он глубокой ночью вернулся в Пекин. Он летел на встречу с часовым поясом. Поэтому как-то так не совсем понятно, что Си Цзепинь все бросил и сел в самолет. Сказал, ну вы тут держитесь. Денег нет, но вы держитесь. Помните фразу знаменитую? Примерно так же. Сел в самолет и улетел. Вот такая вот произошла история. И тут бах, и вдруг Северная Корея испытывает какой-то подводный беспилотник. Откуда у них такие технологии? У этой несчастной Северной Кореи, которой они даже не могут риса вырастить, чтобы себя прокормить. А тут вдруг у них подводный беспилотник. 59 часов он под водой. И потом они его взрывают. А он еще может ядерный заряд нести. Ну короче, сказки Венского леса. Но факт остается фактом. Так что я думаю, что это пинг-понг руками, опять же, чужими руками сжар загребать. Это стиль, это китайский философский стиль. Поэтому вот такая вот, на мой взгляд, перепалочка произошла. Такую ответочку прислал Китай через КНДР Джо Байдену в преддверии опубликования отчета о происхождении вируса COVID-19. Кстати, уже прошло сколько? Двое суток. И никакого отчета пока мы не видим. Ну может быть, я уже говорил, может быть процедура занять до двух недель бюрократическая. В плане оформления документов о снятии грифа секретно. Хотя закон, подписанный Байденом, снимает этот гриф с вступлением в силу самого закона. Автоматически. Ну что ж, вот такие военные и военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нашей страны. Я по традиции, мы первую часть нашего видео закончим. Я по традиции сделаю паузу. Но у вас есть время, кто еще не подписан, подписаться на мой канал. Тем, кто смотрит это видео, просьба поставьте лайки, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Здравствуйте. В январе этого года Локрид Мартин представили миру систему ProShad. Странно, почему в январе. В январе это уже представлена миру модернизированная версия. Система Shad была разработана в начале 2000-х годов. Тогда они бахнули в нее около 15 миллиардов долларов. Она была одна из самых дорогих. Ее создали по итогам войны в Персидском заливе. Потому как комплекс Патриот оказался, провалил противоракетную оборону. Но он и не был предназначен. И тогда даже говорили, что Патриот снимут с вооружения. Вот когда же под на вооружение поступит Shad. Потом наконец-то додумались, что Shad и Патриот, чтобы у Патриота были раньше другие задачи. И тогда появился Патриот в версии ПАК-3. То есть в версии ПРО. А ПАК-2 в версии ПВО. Он так и остался на вооружении армии США. Ну да ладно. Противоракетный комплекс Shad. Подвижного наземного базирования для высотного, заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Есть ли шанс и имеет ли смысл получить эту систему в Украине? Особенно с учетом того, что, как я понял, ракета идет без боевой части. А разрывает цель за счет своей скорости свыше 10 тысяч километров в час. Гиперзвуковой скорости. Да, у него ракеты гиперзвуковые. Смотрите, дело в том, что комплекс Shad ориентирован на высотные ракеты. На ракеты баллистические, не на крылатые. То есть он узкоспециализированный. Он перехватывает ракету на высоте, по-моему, до 120, даже более, по-моему, километров. Может перехватывать баллистические ракеты. Он их перехватывает в момент, когда они меняют траекторию с восходящей на нисходящую. В основном в этот момент. Она наименее подвижная, минимальная скорость у ракеты. И потом она начинает опускаться. Я не думаю, что сегодня нам этот комплекс нужен. У нас, да, есть баллистические ракеты, но они не все высотные. Искандеров уже нету. Уже очень давно не применялись Искандеры, как баллистические ракеты. У них осталось Ха... Я вам говорил из перечня, что мы не сбиваем. Ха-22. Она крылатая, но идет по баллистической траектории. То есть она поднимается на высоту до 12 километров. И, соответственно, делает такую горку и падает в цель. И на нисходящей траектории развивает довольно большую скорость. Ракета Кинжал аналогично действует, точно так же делает горку и падает вниз. Ракета, что у нас еще... А, и Калибр. А, нет, Калибр это уже этот сам. Все, все остальные... А, ну и ракеты, которые пускаются с самолетов. Поэтому нам комплекс ШАД с таким высотным перехватом в принципе не нужен. Вот тут, кстати, написали пару хороших комментариев. Я зачитаю. Есть смысл испытать ШАД в Украине. В боевых условиях. Это лучший вид испытаний. Да, это правда. Война, это лучший вид испытаний. Ни одна лаборатория не может воспроизвести условия поля боя. Как и где реально проверить, собьет ли ШАД Кинжал или баллистические ракеты Х-22. Написано Х-55, кажется, Х-22. Может быть, я согласен в том плане, что если именно в плане испытаний, боевого испытания на вот этих российских ракетах, да, вполне возможно и заодно поможем нашим партнерам. В перспективе для создания противоракетной обороны от межконтинентальных, тяжелых межконтинентальных баллистических ракет многоступенчатых, да, комплекс ШАД будет вещь незаменимая. Но сегодня в качестве испытаний может быть. А так, в основном, я думаю, что лучше бы дали еще там пяток Патриота, батарей Патриота, для того, чтобы мы могли как можно плотнее закрыть наше небо. Расскажите, пожалуйста, о существующих способах дистанционного подрыва мин. Существует два способа дистанционного подрыва мин. Механический и детонационный способ. Первый способ, это есть такой крюк, он трехсторонний, называется кошка. Его используют и альпинисты, и спасатели, кстати, его тоже используют для того, чтобы зацепиться. Вот, он трехсторонний. Так вот, что делают. Веревка 50, ну, где-то порядка 50 метров, роется окопчик, мина. Этот кошка аккуратненько цепляется за эту мину, веревка растягивается, запрыгиваете в окоп и тянете за веревку. Сдвигаете мину, и она подрывается. Если она стоит на неизвлекаемости, тогда ее надо подорвать на месте. Вот таким способом производится. Это механический способ. И второй способ детонационный. Прикладываете к мини тортиловую шашку. Обычно это делается 200-граммовыми шашками. Как правило, 200-граммовки. И шашки протягиваются, либо электродетонатор ставится, либо есть специальные инженерные детонационные шнуры. Такой он плоский. Из хлопчатобумажной, какая не сделанная, но в нем есть детонирующее вещество. Вот этот шашка 200-грамм тротиловая. Детонационный шнур. То же самое. Безопасное удаление. Или подожгли, отъехали на бронемашине. Или запрыгнули в окоп на безопасном удалении. Если электрозапал ставится, значит динамо машинкой прокрутили и взорвали. Вот вам других способов дистанционного подрыва мин на сегодняшний день не существует. Способ стрельбы по мине практически сегодня не применяется, потому как считается самым неэффективным в данной ситуации. Витаю. Вы говорите, что мы должны выбирать, на какой зарубежный танк пересислить. Навище? У нас есть свой хороший танк БМО Плот. Виробництво которого налагоджено и нужно расширить потужность. Подождите, где наш танк БМО Плот? Где мы его сегодня наладили производство? О чем вы говорите? Вы посмотрите на город Харьков. Харьков содрогается, день через день содрогается от ракетных ударов. Завод имени Малышева подвергся огневому воздействию в первый же день. В первый огневой налет и авиационный удар были именно по объектам предприятий вот этого тяжелого машиностроения в городе Харькове. В том числе завод Малышев. Поэтому ни о каком производстве оплотов сегодня речи нет. Дай бог нам это производство восстановить после окончания войны. А судя по тому, как сегодня интенсивно нам передают технику, в том числе и танки, и уже там в США даже ускоряются с Абрамсами, то я так понимаю, что на конец войны наши войска будут в большинстве своем на западных образцах танков. Правда, сохранится какая-то доля и наших танков. Но особенность какая. Ввиду того, что у нас запасы исчерпаны, и мы не выпускаем новых сегодня, новых оплотов, то та доля танков, которая останется в вооруженных силах на момент окончания войны, на момент нашей перемоги, это будет Т-72. В основном нам передают Т-72, это самый распространенный в мире танк. А я напомню, что Т-72 это Уралвагонзавод, это Российская Федерация, все запчасти к этому танку производятся в России. Поэтому нам придется в конечном итоге списать эти танки в утиль. И вот тут у нас есть дилемма. Мы можем их эксплуатировать по мере их износа, и за это время, после окончания боевых действий, после нашей перемоги, за это время восстанавливать производство танков, и производить свой оплот. Вот так? Да. А сегодня треба расширит потужность. Какие потужности? Все пока остановлено. На период, пока город Харьков находится под огневыми ударами со стороны Российской Федерации, ни о каких потужностях речи быть не может. Переносить завод и начать производство тяжелого вооружения, где-то на территории стран-партнеров, это крайне дорого и крайне долго. Не забывайте об этом. Потому что такое производство требует, во-первых, специализированных станков, которые имеют соответствующие размеры, требует даже просто обеспечение конвейерности в производстве, требует соответствующего оборудования. Это не мопеды собирать. Так что подождем до конца войны. Не парите горячку, нечего пока расширять. Производства нет. Витание. Если вы вспоминали про ГИРСКО-штурмовые бригады, расскажите про 128-ю бригаду, чего именно ее называют наши військовые, кузницы генералей УСУ. Тема интересная. Смотрите, дело в том, что давайте немного отмотаем в историю и в наследство от Советского Союза в состав Вооруженных Сил Украины нам досталась 128-я механизированная, ну она была мутострелковая, потом мы переименовали в механизированную дивизию. Штаб дивизии был город Мукачево. Я проходил службу в этой дивизии в 90-х годах в 331-м артиллерийском полку город Перичин. Поэтому я ее очень хорошо знаю. Почему она считается кузницей кадров? Я вам скажу так, что даже Кузьмук, генерал армии Кузьмук, который был министром обороны долгое время, тоже отметился в этой дивизии. Он был, по-моему, чуть больше полугода исполнял, был начальником штаба 128-й дивизии. Очень многие генералы. Генерал Шаттала, сегодня начальник генерального штаба, был командиром 128-й бригады. Уже бригады. Потом она была переформатирована в бригаду. Артиллерийский полк из Перичина был переведен в Виноградово. На базе этого полка была создана бригадная артиллерийская группа. Брак, когда мы перешли на новую орштатную структуру. Но очень много. Генерал Кириченко, который был командиром этой дивизии, был заместителем начальника генерального штаба в какой-то период времени. Кто еще? Генерал Заболотный тоже был командиром дивизии. Его коронная фраза была «Иди отсюда в небытие ветром гонимый». Когда он ругал кого-то и отправлял после того, как высказал все свои пожелания. Поэтому очень много генералов или офицеров, старших офицеров, прошли именно через 128-ю дивизию. Кстати, она была довольно хорошо развернута. Практически она была полного штата. Мы в 1994-м году начали переходить на сокращенный состав. И некоторые подразделения в полках были свернуты до кадры. То есть, практически только до Орхъядра в этих подразделениях убрали личный состав. А так, до 1994-го дивизия была полноценная. И на нашей лежала задача прикрытия государственной границы. Я был командиром гаубичного самоходного дивизиона, боевой задачей которого было прикрытие государственной границы в случае войны. Поэтому эта дивизия считается Кузьминой. Наибольшее количество генералитета прошли службу в этой дивизии, потом в этой бригаде на различных должностях. Вот поэтому она считается кузницей кадров. Очень у нее богатая история, в том числе и военная. Есть, правда, и страницы участия в событиях в Венгрии, участия в событиях в Чехословакии. Эта же дивизия отметилась как приграничная. Она входила и в Венгрию, и в Чехословакию. для участия в этих боевых событиях. Так что очень с боевым... Ну, вы помните, да, Дебальцевскую операцию, это что же 128-я бригада, героическая оборона Дебальцева, и если бы не действия высшего военно-политического руководства, то это была бы очередная победа этой бригады, записанная в историю золотыми буквами. Но, к сожалению, судьба, точнее, политики и военные на тот момент поступили по-другому. Вот. И мы все помним эту трагедию, которую мужественно вынесла на своих плечах 128-я бригада. Вот такая вот у нее история. Добрый день! Расскажите о вашем опыте и впечатлении от посещения Китая. Я в Китае был три раза. В 2008-м году дважды и в 2019-м году. Буквально накануне ковида, в сентябре 2019-го был в Китае. Вопрос, ну, вы знаете, скажу так, что в 2008-м году, я был, кстати, в 2008-м году, сразу после землетрясения, накануне, в мае месяце, в мае месяце перед Олимпиадой 2008-го года. Тогда вот в Пекине мы ездили еще, смотрели вот это Птичье гнездо, знаменитый стадион, который строился тогда и Олимпийскую деревню, она строилась в районе 6-го транспортного кольца, в Пекине то их 6 колец транспортных, вот, так город построен квадратно-гнездовым, кстати, способом, и тогда, скажу так, тогда меня поразил Китай, ничего такого сверхъестественного я тогда не увидел, не было ни скоростных поездов, вообще ничего, очень густонаселенный город, очень гибкость экономики поразила, просто капитально поразила гибкость экономики в Китае, и работоспособность китайцев поразила, кстати, мы после посещения, там была служебная командировка, мы посещали там фабрики различные, предприятия, так вот, гибкость экономики, я даже пришел к выводу такому, немножко шокирующему, мне показалось, что Китай идет к рабовладельческому строю, почему, потому что любое предприятие, любая фабрика в Китае начинается с общежития, первое, что строят, общежитие, потом договариваются с каким-то родовым кланом, в какой-то деревне этот родовой клан заезжает в эту общагу, но, правда, общага, конечно, наши отели некоторые позавидуют, там все, кондиционеры стоят, горячая вода круглосуточно, все-все-все есть, прачечные, столовые и так далее, так вот, заезжает родовой клан в это общежитие и старейшины управляют, женщины там делятся на прачек, поварих, воспитательниц, китайские семьи как бы живут, мужчины работают на фабрике, они начинают с ее строительства, строится потом, ограждается участок, они начинают с ее строительства, монтажа, и потом же они же рабочие на этой фабрике. У них у всех одинаковая форма, это просто картина неописуемая, когда в 17 часов заканчивается рабочий день и с фабрики выходят все в одинаковых вкедах и в одинаковых спортивных костюмах, им хозяин выдает это как повседневную одежду, они очень экономные в этом плане, вот, поэтому они все ее носят, и когда оттуда идут все в зеленых костюмах, с другого ворот выходят все в желтых костюмах, это выглядит немножко смешно, но, смотрите, приходишь на фабрику и спрашиваешь, сколько вы там делаете изделий, он говорит, делаем 100 штук в сутки, а сколько можете, он говорит, а можем 3000 в сутки делать, и как быстро вы типа можете нарастить производство, он говорит, за один день. На складе есть комплектующие, они держали запас, ну тогда вот, это еще было до кризиса восьмого года, они держат запас, а вот рабочие они выходят столько, сколько надо, надо собрать 100 кабинок, выходит рабочих ровно для того, чтобы собрать 100 кабинок, допустим, или 100 изделий, а если появляется покупатель и говорит, мне надо столько-то изделий, они говорят, хорошо, и считают сразу по максимуму, говорят, это мы сделаем за две недели, допустим, и выводят всех людей, полностью запускают фабрику за одну смену, наращивать производство до максимальной мощности фабрики, вот такая вот гибкость экономики, потом опять заказов нет, они опять делают какой-то минимум, заказ появился, они делают максимум, все это отгружается в контейнеры, на машины и везется, уже там, доставляется потребителю, вот, дороги тогда, ну у них бетонки, автобаны были, и тогда еще, единственное, что, вот мы сейчас столкнулись с звук машины, когда насечки от гусениц на асфальте едешь, и она гудит немножко, а у них такие мелкие насечки делаются на бетонных дорогах, делались всегда, и когда больше 80 км в час едешь, то в машине находиться очень некомфортно, скоростных поездов тогда это вообще не было, был первый скоростной поезд, 150 км в час, они строили к Олимпиаде 2008 года, из пекинского международного аэропорта в Олимпийскую деревню, ну и 19-й год, было такое впечатление, что мы прилетели на Марс, это был, это, это был просто гигантский рывок, ну, наверное, в 100 лет, полностью все по-другому, камер 5G кругом, никто у тебя не спрашивает документы, тебе просто говорят посмотрите в камеру, ты смотришь в камеру, тебя сфотографировали на въезде в Китай, и там вываливается вся твоя поднагодная, все в компьютере, кругом полиция, пеший патруль полицейских на левом плече носит мигалку красно-синюю, которая работает круглосуточно, для того, чтобы бандиты видели, воровства нет вообще, грабежей нет вообще, есть районы города, в которых жизнь не останавливается круглосуточно, кругом скоростные поезда, кругом куча сети аэропортов, можно летать по всему Китаю сколько захочешь, и лоукост, и цена билета невысокая, это может себе позволить среднестатистический китайец, а можно сесть в скоростной поезд, который идет 300 км в час, причем у них поезда не поворачивают, они не строят железную дорогу через горы так как мы, мы делаем серпантин, поезд поднимается по серпантину в гору, потом по серпантину спускается с горы, аккуратненько, нет, китайцы прочертили прямую линию на карте, и пошли строить железную дорогу, если гора, они бурят туннель, прямой, без поворотов, перепад высоты, вот мы ехали в Сиам, там 6 часов, 900 км в 6 часов, скоростным поездом, разница в высоте 3000 метров, так вот 3000 метров это были на протяжении всех 900 км, то есть поезд постепенно повышал, выходил на уровень города Сиам, это древняя столица, первая столица Китая, но он не делал никаких поворотов, они бурят туннель через гору, если расщелина между горами, они ставят мост, и все, и поезд только вылетает из одной горы, пролетает по мосту и вылетает в следующую гору, в поезде Wi-Fi, в салон, как в самолете, ну, Китай просто, просто убил, все информативно, в отелях, все, каждый отель переделан по типу умный дом, там эти, все на дистанционных пультах, открывание штор, включение света, включение телевизора, заказ там, каких-то продуктов в номер и прочее, то есть, в 2019 году это была совсем другая страна, абсолютно другая страна, в которой нельзя, нельзя плюнуть на улице или бросить бумажку, ты попадешь в тюрьму сразу, во-первых, получишь дубины по голове, во-вторых, попадешь сразу же в тюрьму, на исправительные работы, ты не будешь сидеть на шарика и кушать кашку за государственный счет, нет, тебе дадут метлу в руки, или, или как в 2008 году мы, площадь Тененмень в Пекине, зубными щетками, вот эти, кто был приговорен к штрафным работам, они мыли ее зубными щетками от жвачек, и картина была еще хуже, кстати, почему, потому что они оттирали, отдирали жвачки, прилепившиеся к асфальту, работали, вот, в качестве наказания, ну, под надзором полиции, понятно, и когда они отдирали эту жвачку, там оставалось более светлое пятно, и вот это такое, знаете, как пятнистый олень был этот асфальт, потому что притоптанную жвачку особо не видно было, вот, а в 2019 году все, чистота, чистота идеальна, да, конечно, окраины существуют, шанхайский район существует в каждом городе, никто не спорит, но, в общем, деревню, приезжаешь в деревню в китайскую в 2019 году, дома стоят глинобитные, то есть, мазанки глиняные, они примерно, как у нас в древности, с необожженного глины сделаны дома, а дорога бетонка, между этими домами дорога бетонка, вот такой вот Китай, впечатление, впечатление, конечно, огромное, можно, про Китай, можно целые лекции рассказывать, насколько там нюансы, как они технику эксплуатируют, они грузят на машину столько груза, сколько надо увезти, а не столько, сколько поднимает машина, если они, и если они ее перегружают, а перегружают они постоянно, причем в 2-3 раза, естественно, рессоры выгибаются, мост, рама ложится на мост, но они едут на этой машине, дороги ровные, ничего не будет, греются подшипники в ступице, тоже не проблема для Китая, они ставят канистру 30-литровую с водой и маленькую капельницу, и направляют эту капельницу на ступицу, машина едет, а с канистры, стоящей на борту, капает водичка на ступицу колеса, для того, чтобы она не перегревалась, вот как, сломалась машина, они ее ремонтируют, вот так Китай эксплуатируют, эксплуатируют в эти самые трудоспособное население, вот так что это очень большая тема и впечатление, конечно, о посещении Китая огромнейшее, просто огромнейшее, и две разных страны, за 11 лет рывок просто неимоверный, Добрый день, хотя вы больше просили не задавать вопросы про галбицы, все же интересно, каким образом ведется прицеливание при стрельбе на дальние расстояния, заранее спасибо за ответ, почему я не говорил не задавать про галбицы, пожалуйста, если есть интересные вопросы, будем отвечать, ну, такая настоятельная просьба, смотрите, ведется стрельба по координатам, рассчитывается дальность, ну, будем так говорить, примитивно, это рассчитывается направление и дальность стрельбы, куда надо отправить снаряд, направление, направление выбирается за счет ориентирования орудия, орудие ориентируется относительно севера, по магнитной стрелке Буссоли, с учетом поправки на сближение меридианов, и это называется дирекционный угол, угол, с учетом магнитный азимут плюс поправка на сближение меридианов, это дирекционный угол, но относительно сторон света орудие сориентировано, поэтому точка, куда мы должны прислать снаряд, мы знаем, сколько надо, куда надо направить ствол, и, соответственно, мы туда его и направляем, ориентируя орудие по Буссоли, по Буссоли, по гироскопу, по Теодолиту, в зависимости от того, что есть, под дальность определяется с помощью таблицы стрельбы, разница в координатах дает нам, мы решаем декартовое уравнение, и разница в координатах дает нам дальность, точнее, угол и дальность, так вот, с углом я вам рассказал, а дальность мы открываем таблицу стрельбы и смотрим, что туда, допустим, 10 километров, 10 километров мы достанем там на полном заряде, на первом заряде, и на втором, и на третьем, и мы выбираем, выбирается, как правило, средний заряд из тех, которые могут достать на эту дальность, для чего, для того, чтобы был маневр по дальности, ее можно было увеличить или уменьшить, не переходя на другой заряд, потому что там другая баллистическая траектория будет у снаряда, и точность будет резко падать, при этом, вот, поэтому выбираем средний заряд, смотрим, в таблицах стрельбы написано там с дальности 10 километров, на втором заряде или на первом заряде соответствует прицел 210, все, вы выставляете прицел 210, выводите пузырек уровня на середину, в современных гаубицах вместо пузырька уровня там электрический стоит уровень, нажимает наводчик на кнопку, и ствол автоматически принимает угол возвышения, который вы задали на прицельных приспособлениях, но в советских гаубицах существует еще так называемая нормализованная шкала, она была придумана еще в годы Первой мировой войны, сохранилась до сих пор, обалденная вещь, эта шкала дает возможность артиллеристам стрелять без таблиц стрельбы, таблица стрельбы, книжка, да, бумажная, разрыв, пожар, дождь, снег, книга раскисла, порвалась, упала в грязь, нельзя пользоваться, как определить прицел, прицел в тысячных не определить, он определяется либо расчетным, сегодня расчетным способом, в советские времена он определялся практическим отстрелом боеприпасов, в Ленинградской области, в городе Луга есть учебный центр, это была артиллерийская академия, мини-калинина, советская, и вот там в Луге на полигоне было сделано специальное поле, мишенное, где артиллерийскими системами отстреливались таблицы стрельбы и составлялись на основе практического выстрела, сегодня это можно делать на компьютере расчетно, но, если ты потерял таблицу стрельбы в боевой обстановке или она пришла в негодность, что делать артиллеристу? Все, чехлить стволы и уезжать? Нет, существует нормализованная шкала, что такое нормализованная? Это значит, что одно деление шкалы соответствует дальности стрельбы 50 метров. Если у тебя дальность 10 километров, то тебе надо что поставить прицел? 200. То есть, 200 делений прицела будет соответствовать дальности в 10 километров. Ты выставляешь 200 деление прицела, выводишь опять же пузырек уровня на середину и у тебя пушка наведена на дальность на первом заряде, допустим, на дальность на 10 километров. Вот так стреляет на большие, вот так наводится орудие на большие расстояния. Сегодня оно практически ничего не изменилось, за исключением, еще раз повторюсь, в самоходках применяется все больше гироскоп для ориентирования самоходки, то есть орудие остановилось, гироскоп, когда машина, когда самоходка едет, гироскоп работает, раскрученный, он сохраняет положение в пространстве, как только машина остановилась, он тут же выдает угол оси машины, и относительно этого угла оси машины мы можем дальше ориентировать, самоходка уже сориентирована относительно севера, сторон света. Ну, а дальше электрические уровни, электроприводы, поворота башни и подъема, и угла возвышения ствола позволяют наводить на цель автоматически. В компьютер забивайте координаты цели, координаты машины система берет со спутника, GPS-навигации, разницей в координатах система определяет угол и дальность стрельбы и дает рекомендации командиру орудия, который смотрит на экран, на каком заряде произвести выстрел и на каких установках прицела. Тот нажимает ОК, орудие самостоятельно наводится, но это САУ. В прицепной артиллерии примерно то, как я рассказал. Орудие самостоятельно наводится, автоматически наводится и остается только дослать снаряд и заряд в ствол и произвести выстрел. А если еще и автомат заряжания, как, допустим, в Арчере или как в других гаубицах в Сюзане, там вообще нет никаких проблем. Там командир только координаты ввел, нажал готовность, загорелся транспарант, готов, нажал кнопку огонь. Все. Вот такие вот сегодня более современные технологии. Добрый день! Можно ли сбивать управляемые авиабомбы и чем? Насколько эти бомбы точные или плюс-минус сколько метров разбег? Можно ли выжить при попадании авиабомбы, спастись в подвале? Ну, давайте так. Нам предстоит еще научиться сбивать эти бомбы. Я уже сказал в оперативной обстановке, говорил, но повторюсь еще раз, что эти управляемые авиабомбы лучше всего сбивать зенитно-артилерийскими средствами и тактическими средствами ПВО, то есть ближнего радиуса действия. У них как раз максимальная дальность 70 километров для это самое и их размерность, то есть они настолько малы, что средние средства будут замечать их, но с трудом, могут пропустить. Такие как БУК, допустим, ему будет сложнее ее сбить, вот эту бомбу. А, допустим, на малой, но расстояние тогда малое, на дальности 5-7 километров обнаружить и вот за эти 5 километров сбить эту бомбу, это, конечно, проблематично. Но, тем не менее, можно. И вот такие системы, как Гепард, как Тунгуска, как та же Шилка, вот они, да, они должны срабатывать намного лучше. ПЗРК трудно сказать, потому что ее надо увидеть. И увидеть, и не просто увидеть, а успеть. Ну, человек может увидеть, да, в воздухе может увидеть до 5 километров. Хотя она не излучает никакого теплового шлейфа, не оставляет. Понимаете, ее может обнаружить эту планирующую бомбу только радиолокационная станция. Только. У нее, как у ракеты, нет сопла двигателя горячего, или как у шахеда нет движка, который можно было бы увидеть в инфракрасном, допустим, спектре, или где-то еще. Ее должна увидеть только РЛС. Вот. И дальше уже принимать решение. Кстати, нам же передавали Соединенные Штаты зенитные пулеметы с радиолокационными прицелами, когда мы организовывали вот целую сетку по стране для борьбы с шахедами. Примерно здесь то же самое. Единственное, что скорость планирования тут немного выше у этих бомб, чем у самих шахедов. Поэтому сбивать их можно. Я так думаю, что мы научимся. Еще пару таких бомб проглотим и как с шахедами. Помните, первые атаки были для нас огромная проблема, а потом мы научились их сбивать. Они, правда, сейчас учатся хитрее планировать программировать точнее маршруты своих шахедов, но тем не менее мы тоже научимся здесь их ловить и сбивать. Так что это не проблема. Это вопрос времени, вопрос боевого опыта. Что касается можно ли спастись при попадании авиабомбы, если она попала в дом, то спастись уже, конечно, шансов очень-очень мало. Все-таки 100-килограммовая или 200-килограммовая бомба это очень мощное оружие. Ну, мы с вами видели, как обваливаются дома, но если не прямое попадание, а вы, допустим, в соседнем дворе рванула бомба, вы сидите у себя в погребе или в подвале, то вы спасетесь. Это да. Прямое попадание, вероятность его, конечно же, низкая, да, я когда-то приводил пример вероятности из фильма «Два бойца» с Марком Бернесом, да, когда они звучит сигнал воздушной тревоги, это блокадный Ленинград, и все спускаются в убежище, а один старичок не спускается. Бойцы спрашивают, а что он не идет? Они говорят, да он профессор математики высчитал, что по теории вероятности один на миллион случаев, что бомба попадет в него или в дом, в котором он находится. А на следующий день опять воздушная тревога, они там ночь переночевали, и этот профессор бежит впереди всех в бомбоубежище. Ему говорят, профессор, что случилось? Вы же сказали, что вероятность очень низкая. Он говорит, в зоопарке в Ленинграде был один слон, и того убили. Поэтому он побежал. То есть, вот здесь точно так же, если вы спускаетесь в подвал, у вас есть шанс спастись в соседнем, попадет она в ваш дом или не попадет, вероятность очень низкая. Но, если прямое попадание, то шансов практически нет. Если попадание рядом, то подвал, конечно же, спасает. Ну что ж, на этом мы, наверное, с вами вопросную часть закончим. И у нас остается с вами это приветствие, комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали сегодня и точнее, к предыдущему видео, и они просвучат сегодня. И первый комментарий сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. За неимением артиллерии Т-54, Т-55 будет артиллерией. Я вам скажу, что это худший, наверное, вариант в плане артиллерии. Почему? Потому что 55-ка, ну, давайте так, 55-ка, 54-ка, это один и тот же танк. Отличается он наличием в 55-ке наличием противоатомной защиты. Это был первый советский танк, на который была поставлена противоатомная защита, и этот танк, сделано герметичное боевое отделение, и этот танк мог вести, теоретически мог вести боевые действия в условиях применения ядерного или химического вооружения. А так, Т-54, Т-55, это один и тот же абсолютно один и тот же танк. У него 100-миллиметровая нарезная пушка, дальность стрельбы, по-моему, там до 6 километров. Из него хреновая арта, честно скажу. И 100-миллиметровая пушка для современных танков, особенно для леопардов или для челленджеров, ну, честно, это... С пехотой, да, пехоте нашей, конечно же, придется... Как всегда, пехота, царица полей, она будет нести на себе основные тяготы боевых действий. Но для этого мы и просим у наших партнеров тяжелую бронетехнику для того, чтобы защитить нашу пехоту. Еще один такой же комментарий. Думаю, танки 54-ка, 55-ка достали из-за нехватки снарядов. Там пушка 100-миллиметровая, видимо, они хотят отстрелять все снаряды, которые есть. Кстати, тоже очень хорошая версия и имеющая право на жизнь, что боеприпасы к современным танкам заканчиваются. Поэтому они пропустили 72-ки в 80-ки и быстро кинулись на 55-ки и 54-ки. Потому что 100-миллиметровых снарядов к этим пушкам на складах еще со времен Второй мировой войны. Вот теперь про урановые снаряды. Урановые снаряды, элемент уран был открыт в 1781 году и назван в честь планеты Уран. намного эффективнее, чем из сплавов стали и вольфрама. Они пробивают броню русских танков БМП, БТР, так как плотность металла уран 19,1, а плотность железа 7,8, то есть уран получается в 2,5 раза тверже, чем сталь. Из урана состоит только стержень и наконечник снаряда. Радиоактивность от него меньше, чем от лампового цветного телевизора. Это не обогащенный уран 235, из которого делают атомные бомбы, а уран 238. Вот такое разъяснение по снарядам с обедненным ураном. сила сила определяется размерами территории или численностью населения, победа не определяется вооружением, высокие стены и глубокие рвы не обеспечивают безопасность, жестокие законы и частые наказания не поддерживают авторитет. Тот, кто уверен в жизнеспособности своей организации, выживает, даже если она малочисленна. Тот, кто ориентируется на умирающую организацию, погибнет, даже будучи в большинстве. Искусство войны Цуньцзы, Томаса Клири, слава Украине. Вот такая цитата из Искусства войны. Добрый вечер. Просто хотел добавить к разговору об израильском спецназе, что хоть в повседневной жизни армия обороны Израиля действует в пустынях и городах, и там своя атмосфера, но во время Второй Ливанской войны спецназ Маглан и подобные ему показали себя отлично в полномасштабной войне, так как тренируются круглый год и для таких сценариев. То есть это речь о том, что спецназ может еще и вести боевые действия в обычных условиях, не только как диверсионно-разведомные группы. В зависимости от использования технологии обогащения, разные партии обедненного урана имеют разную радиоактивность. В большинстве случаев уровень радиоактивности обедненного урана сопоставим с естественным фоном обыкновенного гранита. Да, я кстати говорил вам постоянно, что у него степень радиоактивности у обедненного урана она в принципе равна фону, обычному фону Земли. Доброго вечера, у Запорожжи били будинки, в яких постраждались находятся два великих торговельных центра, жертв могло быть дуже багато. Ну вот так вот, слава богу, что количество жертв не такое большое, особенно погибших, раненых вылечим, а вот погибших да. По поводу эвакуации с линии огня, хочу сообщить, что у нас там не только младший медперсонал, а очень часто встречаются сертифицированные врачи. И я считаю, что хирург эффективнее в операционной, а не в окопе. Так недавно погиб очередной хирург. Да, к сожалению, бывает, штат переполненный, иногда дипломированных врачей тоже отправляют там, где должны быть парамедики или фельдшеры. Но я вам скажу, что на стабилизационном пункте присутствие квалифицированного врача тоже не помешало бы, потому что этим раненым в этом случае больше бы повезло. Он бы успевал при стабилизации раненого этот врач успевал бы оказывать доврачебную помощь. То, что не видят парамедики, он бы мог это дело дополнять. Это к сегодняшнему комментарию из Литвы. Вы на малышичке с огромными сердцами. Вы даже не представляете, что мы, украинцы, ощущаем, когда слышим, что страны Балтии отдают нам чуть ли не все свое вооружение. В отличие от тех же гигантов, вроде Германии и Франции. Очень трогает. После победы поедем к вам поцеловать землю, на которой живут такие люди. Вот такая благодарность Литве за военно-техническую помощь. Слушаю вас во Франции. Спасибо за информацию. Верю в победу Украины над русско-фашистским мракобесием. Стараюсь внести свой вклад. Приняла ответственность здесь и забочусь об одинокой беженке из Купенска узловой начиная с 14 августа. Использую все ресурсы, наработанные за 16 лет жизни во Франции. Обязательно необходимо выгнать людоедов с нашей любимой Украины. Галина. Одна из причин появления Т-54 на фронте это дефицит снарядов для более поздних моделей. Для Д-10 это марка пушки на этом танке. Их пока хватает. На роликах была видна модификация Т-54-3 на которой отсутствует эжектор ствола, стабилизатор пушки, вращающийся полик в башне, лазерный дальномер. Такой танк может использоваться только как долговременная огневая точка. То есть как ДОТ зарытый в окопе. У нас оказывается кризис. Сами дома разрушаются, сами люди умирают, сами дети убегают в Мордор от родителей фашистов. В кавычках. А чего они маленькие их не видно при переходе через границу. Сами ракеты прилетают откуда-то. Непонятно полтергейст какой-то. Само окно в Мариуполе крикнуло не верьте. Это постановка. И это называется кризис. Вот только в книгах истории напишут по-другому. Напишут люди, которые были свидетелями этого кризиса в кавычках и бандитских действий оккупантов. По поводу ПУ в Мариуполе если бы кортеж был было бы намного заметнее. Тем более он за рулем типа водитель. Вечером втихаря. А те с кем он ручкался это же его клоуны с ним и приехали. Все ложь и обман. Показуха, постановка и цирк. Это понятно. Единственное об этом и не единственное он это или не он. А если бы убили то оригинал должен будет исчезнуть или выскочить и сказать ути-пути вот он я у меня еще копии есть. Ну может быть примерно и так. Самое страшное ждет россиян впереди. это осознание больным обществом что все все смерти были напрасны их были напрасны и как они будут с этим жить. А жить с этим придется и год за годом они узнают всю правду и многие могут и не пережить. Слава сильной свободной независимой и мужественной Украины героям нашим слава. Си провел ревизию своего сырьевого придатка под названием Россия. Да вот это точно яблочко. Насчет турецкого танка название звучит Алтай это связано с горами Алтай так как исторически турки происходили именно из этих географических мест. Слава Украине слава вооруженным силам Украины. Весь шум от Пригожина с критикой Генштаба скорее всего является попыткой обелить свою ЧВК и избежать больше репутационных потерь чтобы не терять лицо перед возможными заказчиками своих услуг. Вполне возможна версия имеющая право на жизнь. Спасибо за информацию. Мы военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации искренне ратуем за победу народа и военнослужащих вооруженных сил Украины независимой суверенной страны Украины над совершившими 24 февраля 22 года агрессивное вероломное вооруженное нападение вторжения войск нашей России и их изгнание с территории вашей родины отчизны Украины. И это обязательно свершится. Станет фактом. Ну вот такое интересное пожелание от военнослужащих вооруженных сил России. Довольно необычное. Доброго дня. Спасибо вам за спокойно и уваженно и уверенно огляды. Слушаю вас. Сейчас вы много вспоминаете Японию. Я сейчас тут как беженка. И хочу сказать, что это не далека страна. Это близка и родная нам страна. Я не ожидал увидеть от закрытой Японии в лапках такой турботи. А от обычных людей такой уваги и допомоги. Они учат украинскую мову. Бабцы из нашего дома витаются украинской. Нас то всего 2000. И эта страна стала для нас другим домом. Вот так вот. Я в Японии тоже был два раза с большим интервалом. Это тоже очень интересный. Только эффект обратный, чем от Китая, кстати. Надо сказать. Про Гори все правильно. 84- 86- 9-й Ленинаканский укрепрайон командир орудия капонирной артиллерии 2000 метров над уровнем моря. Это о том, что, помните, вопрос вчера был о разнице между боевыми действиями в горах и в степи. Особенности, точнее, ведения боевых действий в горах. Напомнили мне, как я попал в альпинизм. Как раз через подготовку в Афганистан. Чуть дополню. В зависимости от назначения подразделений еще с БК и скалолазание скалолазное снаряжение. А так, а там и система и железо и веревка. Так что 30 килограмм груза обеспечено, а с таким весом не побегаешь. А еще надо перемещаться и вести бой. Да, специфика совершенно другая. Как держать оборону проще, так и выбирать сложнее. По поводу вертушек мало того, что низко. Кстати, им там проще даже прятаться, но они еще и медленнее летают, чем внизу. Все так же мощность падает и разреженность воздуха. Уран применяется только потому, что стержень из него сохраняет целостность при контакте с броней для более высоких скоростей. В сети мелькали фото скоростной съемки момент контакта для Вольфрама и Урана на максимальной скорости. Вольфрам рассыпается, облазил таким характерными чешуйками, а Уран держал форму. Вот еще почему Уран, то что писал кто-то, я зачитывал вопрос, почему не корбит Вольфрама и не Вольфрам. Была детонация ракет Джанкои по звуку взрыва я услышал три детонации. Спасибо вам огромное за такую приятную новость, что была детонация ракет, но мы даже в этом не сомневались. Ну, то что Россия как всегда сказала, точнее пропаганда российская сказала задымление и хлопок, которые привели к затоплению крейсера, ну, я утрирую, помните, да, когда утонул крейсер Москва, они сказали, что курил матрос, сигаретка дымилась, хлопок, задымление и крейсера нет. Вот такая вот история. Точно так же и здесь. Не было детона, не было, а очевидцы пишут, было. Премьер-министр Италии Джорджа Мелония выголосила эмоционную промову на поддержку Украины та пояснила местным политикам, почему заклыки до мира за рахунок поступок територии непринятны. Доброго вечера, подякую за вашу працю из Италии. Вот так вот. Из Италии. Подтримка из Франции. У неделю в нас в Тулузе будет манифестация солидарности за Украиной. Все будет Украина. Ну и киевлянка за рубежом. Литва с 2014 года с нами в Греции нашла подругу из Литвы, так как искренне поблагодарила за помощь и сказала, что каждый гражданин, гражданка должны гордиться страной, которая поддерживает борьбу за демократию и воссоединение Украины с европейской семьей. Спасибо всем братским народам. Ну что ж, вот на такой оптимистической ноте мы закончим сегодняшнее видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Тем, кто не подписан, еще раз напоминаю, подпишитесь на мой канал. Всем, кто посмотрел это видео, поставьте лайк этому видео, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Огромные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами вирим в Збройные силы Украины, перемога наша, слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok